Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале Москва 24 в эфире программа Правда 24 и мы ее ведущие Евгений Додолев и я Лейла Истрожемская. И сегодня у нас в гостях медиа-менеджер. Ну я бы представила просто красивая женщина Тина Канделаки. Тина, здравствуйте. Лейла, добрый вечер. Спасибо большое за столь теплое представление. Женя, здравствуй. Привет. Красивая, успешная, вызывающая зависть очень многих. Но об этом мы не будем говорить. Это правда. Тина, вы считаете себя предпринимателем или ваша сила в личном бренде? И как это помогает в настоящем бизнесе? Я скорее уже, наверное, предприниматель, потому что если ты монетизируешь личный бренд, то ты обычно не занимаешься операционной деятельностью в своем бренде. Ну или в своем имени, которое ты даешь под какой-то бренд. А я в своем бизнесе, если вы имеете в виду косметический бизнес в данном случае, я, конечно, занимаюсь операционной деятельностью, занимаюсь ею в полную силу. Поэтому здесь уже можно, наверное, сказать, что я стала полноценным предпринимателем. Вы всегда подчеркиваете, что создали себя сами. И в этом действительно нет сомнений. Но насколько важны условия? Насколько важны обстоятельства для этого? Ну, наверное, если бы я была из успешной, влиятельной и богатой семьи, которая изначально жила в Москве, может быть, мне бы не нужно было прилагать столько усилий, чтобы элементарно обрести жилье в Москве. Мы за эфиром говорили, ты абсолютно правильно сказал, что ты меня помнишь маленьким щеночком, таким двилисским, который приехал, барахтался изо всех сил. Ты же меня помнишь с самого начала. И пытался заработать на свой первый кусок хлеба. И я много раз рассказывала эту историю. У меня-то дороги назад не было. Мои родители продали квартиру. Мне некуда было возвращаться. И главное, я не могла так подвести своих родителей. Поэтому, что это обстоятельства, 90-е, так сложила жизнь, мои изначальные данные, потому что моя семья не была столь состоятельной. Тут можно, знаете, приводить миллион примеров. Всегда есть миллион примеров, почему что-то не получилось, и одна причина, почему должно получиться. Наверное, если из всех качеств выделить, я бы сказала, моя ответственность ко всему этому привела. То есть моя самостоятельность и self-made, то, что вы называете, фундамент всему этому был заложен в моей ответственности школьной, которую мне привела мама. То есть если ты берешь на себя какие-то обязательства, их нужно выполнять. Я перед мамой взяла обязательство, что если она продаст квартиру и оплатит мое обучение в Институте повышения квалификации сотрудников радио и телевидения, то я точно ее не подведу и не вернусь к ней со словами, что мама, мы зря продали квартиру. А в случае, мы верим, есть вообще такое понятие, как роль случая. Или человек, которому дано пробиться, он все равно рано или поздно окажется на горе. Но я тебе расскажу приятную историю. Я тебе рассказывала про то, как мы с Демидовым познакомились? С Иваном Ильичем? Нет. К сожалению, происходят трагические события. Это уходит из жизни Влад Листьев. 95-й год. В Тбилиси проводится первый большой телевизионный фестиваль, который называется МАНА. И тогда московский десант в лице Альбины Назимовой, Михаила Борзина... Альбина Назимова – это вдова Листьева, мы поясним просто для тех, кто... Иван Ильичем Демидова приземляется в Москве. И они приходят на этот фестиваль, они гости фестиваля. Я хотел бы уточнить, Тина, Демидов уже возглавлял ТВ-6 тогда канал? В тот момент или еще... Он был суперзвездой, мегазвездой. Музабос. И да, он, скорее всего, возглавлял ТВ-6. Я думаю, что он уже возглавлял ТВ-6. Надо бы о ней уточнить. И в толпе, я иду в толпе, и в огромная толпа, через которой идет Ибан, окруженный невероятным количеством поклонников. А я напомню, что это период программы «Взгляд», когда программа «Музабос» имела невероятную популярность в силу того, что она открыла всему советскому поколению дверь в мир музыки. И популярность Демидова в Грузии была просто невероятной. И он просто со всех сторон, окруженный людьми, идет в толпе. И вот именно вот так вот навстречу иду я. Он даже, ну, можно на автомате, я думаю, без всякой задней мысли, глядя на меня, говорит, девушка, что-то мне сказал, какая вы красивая, или что-то мне там сказал и сказал это по-русски. Я поворачиваюсь, и на достаточно хорошем русском ему отвечаю, и я вас, Иван Иванович, знаю. Он говорит, о, а вам, девушка, в Москву. Так как вот эти события... Установку дал. Я говорю, хорошо. Вот так вот это все происходит, просто, знаете, как вот в замедленном кадре. Вот прямо вот так вот, Мирон говорит, вам, девушка, и я вот так вот ухожу. И получается, через два года, я или там три, я как раз и приезжаю в Москву. Я начинаю прорываться к нему в приемную, через его помощницу, долго туда рвусь, и в итоге прорываюсь на пробы, где нужно показать этюд. И во время этого этюда я им говорю, Иван Иванович, а вы меня помните? Помните, вы были в Тбилиссе, был телефестиваль, я проходила в толпе, вышли в толпе. Вы меня увидели, говорите, вам девушка в Москву, а вот и я. И потом Ваня меня вспомнил, конечно же. Но возвращая тебе вопрос на твой вопрос. Это что, вот случай? Конечно, в чистом виде. В чистом виде случай и какая-то установка оля Кашпировский. Но если бы, наверное, я не была бы трудолюбивой, по-хорошему, рисковой, если бы не здоровый авантюризм, помноженный на верное трудолюбие, ну, представляешь, что мне пришлось пройти, чтобы оказаться вот так вот перед Иваном Ивановичем со словами, а вот и я, принимайте. Но случай всегда предоставляется, я думаю, так. Но дальше все зависит от тебя. Если ты обладаешь навыками соответствовать этому случаю, использовать этот случай, не упустить этот случай, то, безусловно, этот случай станет для тебя судьбоносным. А если ты не обладаешь этими навыками, я думаю, что случаи в определенной последовательности даются всем людям. Нет людей, у которых больше случаев в жизни и людей, у которых меньше случаев в жизни. У всех свои случаи происходят с определенной регулярностью. Вопрос просто в том, как люди способны противостоять этим случаям или соответствовать этим случаям. Тина, а такие черты характера, вот как сила, целеустремленность, всегда у вас были или вы как-то работали над этим? То есть в детстве, допустим? Знаете, просто вот я сейчас не знаю, насколько, вот как подобрать даже слова, у меня просто никогда не было выбора. Мне с самого начала в школе пришлось доказывать, что я соответствую. У меня как-то вся жизнь сложилась так, что мне все время надо доказывать. Но вот смотрите, я пришла в школу, я грузинка, и у меня мама армянка. И это такой не очень традиционный, Лейла, брак даже для Тбилиси, потому что не так много женщин армянской национальности традиционно выходили или выходят замуж за мужчин грузинской национальности. И это уже было таким нонсенсом, на это уже обращали внимание. Меня не отдали в грузинскую школу, потому что по логике моя мама армянка хотела компенсировать мою грузинскую половинчатость грузинским образованием. Но мой грузинский папа 1 сентября меня забрал с линейки и отдал в русскую школу. Дальше я изначально оказалась в такой ситуации, что я вот такая полугрузинка с русским языком, говорящая на грузинском, но недостаточно хорошо. Ну то есть в Грузии, например, по сей день изучают произведение, написано, я боюсь сейчас сказать, в каком веке оно было написано, то есть это на старогрузинском так называемое шушаникистцамэба. Это мучение святой шушаник. То есть на языке оригинала дети это читают. Это грузинская школа. Если ты не учился в грузинской школе и не читал шушаникистцамэба, то ты никогда не сможешь этот уровень языка освоить. И было очевидно, что я его не освою, потому что я в русской школе. И представляете, вот я расту, расту, расту. Мой переходный период приходится на появление национальных настроений. То есть в Ядгамсахурде, дальше 9 апреля. И многие факты, которые меня как-то оказываются посередине. Меня из русской школы не забрали. Я единственная грузинка была, кто заканчивал эту русскую школу. И в грузинскую школу не перевели. И все время нужно было доказывать, что я хорошо знаю язык, что я достойна пятерки по грузинскому языку, чтобы быть медалисткой. Мне так ее и не поставили. Дальше я прихожу на телевидение, вообще не зная практически тот уровень грузинского языка, который нужен, чтобы быть телевизионной ведущей. И вот на этом постоянном сопротивлении и необходимости доказывать, что вообще чего-то достойно. Я здесь не случайно. И это не просто случай, а точно так должно быть. Вырабатываются определенные черты характера. То есть человек, если сопротивляется, он что делает? Он крепнет? Наверное, да. Кто-то крепнет, а кто-то нет. Кто-то ломается. Кстати, вот про книги, когда прозвучало, я вспомнил, что у вас команда из пяти человек отвечает за ваши соцсети. И пятый человек – это корректор. Да, конечно. По-моему, это единственная группа у социально значимых есть с корректором. Это на каком-то этапе появился корректор, когда вы поняли, что очень важно, чтобы каждый запятой был на своем месте? Или изначально эта группа создавалась? Жень, я же давно занимаюсь соцсетями, и при этом я остаюсь живым человеком. То есть если ты этим даже занимаешься профессионально, все равно ничто человеческое тебе не чуждо. И понятно, что мы все сидим в телефоне, реагируем на все, что пишется. И когда я себя, слава богу, достаточно давно поймала на мысли, что реагируя, и вдруг когда у меня появляется желание что-то самой написать, я не подумав, мгновенно пишу, и это не всегда вообще надо писать, потом уже голова руки отдает, дав эту команду понимать, что зря ее дала. Я пришла к следующему выводу. Соцсети публичных людей, если публичные люди хотят ими заниматься профессионально, представляют собой то же самое практически, что сетка телепередач. Вот сетка телепередач, она не выходит в эфир просто так. Сетку передач программирует программный директор на две недели вперед. И поэтому ваша передача должна выйти в определенное время, у нее определенный жанр, вы сейчас не можете вскачать, мы не можем случайно начать танцевать, правда же? Мы можем. Ну, наверное, мы не можем случайно начать кидаться друг друга банками или многое другое, потому что определенный жанр, определенное время. Если ты хочешь вести соцсети профессионально, а я веду их профессионально, тебе безусловно нужна команда, которая их программирует на неделю вперед. Вот у меня не просто есть корректор. Вообще я получаю документ в понедельник, в котором расписано как сетка телепередач, расписан весь контент, который я планирую публиковать. Я весь этот контент сама комментирую, я придумываю все эти жанры, я пишу эти посты, у меня есть консервы, Женя, все как на телевидении, все как мы любим. Но, конечно, я к этому процессу подхожу абсолютно профессионально, занимаясь этим, как мы на телевидении занимались программированием контента. А почему ты не продаешь, в отличие от других звезд вот такой первой величины, ты не продаешь посты? Ты знаешь… Ведь по миллиону можно продавать, я так понимаю, что ты могла бы там за миллион продавать посты. Это цена, которую все хотят, но на самом деле, могу тебе с другой стороны сказать, как человек, который в этом бизнесе не только со стороны селебрити, но иногда и со стороны заказчика. Ну, все, кто говорят за миллион, в принципе за 500 и за 350 тысяч тоже можно договориться. Но проблема даже была в другом. Когда я начала этим заниматься профессионально, понятно, что надо окупать, потому что команда стоит денег, я плачу из собственного кармана. Но те предложения, которые были, ну, вот как сказать, есть я, и я понимаю, кредит доверия ко мне. И мы же это все время меряем, вовлеченность. То есть у тебя может быть огромное количество лайков, и это вообще может не влиять на вовлеченность. То есть люди тебя лайкают, но условно, если ты им скажешь, купите мою книгу или купите там мою рубашку, или что ты им рекомендуешь, они эту рекомендацию пропустят мимо ушей. И так как в то время, пока мне приходили предложения, я их отбирала, я все думала, а это не то, а я этим правда не пользуюсь, а все поймут, что я этим не пользуюсь, и это все будет еще хуже, будет damage. И вот так вот, пока я колебалась, возникла моя косметика. И мы ее сразу, было понятно, что денег, как у любого стартапа, на то, чтобы размещаться на телевидении или где-то нет, я сразу стала размещать рекламу у себя в аккаунте. Мы к патчам обязательно вернемся под конец. Потому что я это слово, на самом деле, патчи, впервые узнала из твоей переписки с Марго Симоньян, в которой я сказал, что я не знаю, что такое патч. Поэтому те, кто не знает, что такое патч, узнают в конце нашей передачи. Все-таки, возвращаясь к соцсетям, я правильно понимаю твою позицию, что, поскольку ты являешься такой иконой ЗОЖа, здорового образа жизни, там известно, что зеленый чай, морковка, никакого алкоголя и свинины, ты ни за какие деньги не станешь, допустим, рекламировать арманьяк или котлеты. Я выступала, если не ошибаюсь, я боюсь бренд перепутать, но был коньяк. У них было такое мероприятие, они проводили мотивационные лекции о лидерстве или о книгах, которые тебя вдохновляют, о фильмах. Вот я один раз у них выступала в качестве ведущей. То есть у меня были мои 40 минут, они заплатили полный гонорар, и я у них выступила. Но сториз в инстаграме появилась? Сториз были о моих выступлениях, о том, как я выступаю. С названием бренда? Да, было понятно, он был сзади меня. Но, условно, я пьющая коньяк, в это мало кто поверит. Кстати, меня один товарищ учил, что лучше пить коньяк, чем белое вино. Он мне говорил и утверждал, потому что якобы усваивается быстрее, вот там 50 грамм коньячко и пошел работать. Продолжает отрабатывать. Да, да, да. Мне просто даже интересно было, потому что у меня так не получилось. Я могу себе позволить бокал белого вина. Я даже красное не пью, Женя. Вот уж на что я грузинка-грузинка. Я красное, видимо, настолько из-за того, что я нахожусь на правильном питании, именно правда, что чистый организм, что вот я с бокала красного вина буду в полном смысле этого слова готовая. А белое вино я могу выпить в бокал, ну просто приятные мурашки, и я продолжаю коммуницировать. Поэтому здесь даже вопрос не в том, что можно, нельзя. Просто Инстаграм – это телевизор, надо визуализировать контент. Визуализироваться в обнимку с бутылкой, ну это просто заработать разово и потерять глобально. Поэтому зачем мне это надо? У меня бренд растет 3-6 раз в год. И это то, чем я горю, то, чем я живу, и то, что на самом деле может меня сделать, делает уже богатой, может сделать меня очень богатой. Поэтому зачем мне размениваться по мелочам? Тина, ну на ваш взгляд, если говорить о соцсетях, есть же негативная сторона. Вот очень много критики, наверное, в ваш адрес. Как вы на это реагируете? Ну я к этому привыкла. Вы знаете, я в публичной профессии 16 лет. Но сейчас появился Инстаграм, Телеграм, Фейсбук и многие другие способы общения с аудиторией. Раньше лавочка была, там тоже обсуждали. А отвечаете как-то или нет? Нет. Вы знаете, нет. В целом нет. Критика делится на конструктивную. Я могу ответить глобально, а не когда стараюсь. Это вот, кстати, если вы меня спросите, мы начнем дискутировать там, как вести такой питчинг проведем, как вести соцсети. Я считаю, что вообще никогда никому мгновенно отвечать не надо, что в смс-ке, что в соцсетях. Почему? Ну потому что это свойство человеческого мозга. Вам надо выждать, вот если вы прочтете одно и то же смс или одно и то же оскорбление, или один и тот же комплимент, возможно, сказанный в ваш адрес, через час вы его по-другому будете воспринимать. Другому. И ответили бы на него по-другому. А если через сутки, так вообще по-другому. Поэтому куда спешить? Ну то есть у меня раскачанные соцсети. Своя сетка достаточно для того, чтобы быть услышанной всеми, кем я хочу быть услышанной. Если я вот прямо сейчас не ответила, ну от этого, поверьте, мне ничего не поменяется. Завтра отвечу, будет нормально. Критика. Критика делится на конструктивную, профессиональную. Есть люди в профессии, кого я уважаю. И к этой критике я прислушиваюсь. Есть критика эмоциональная. Ну я просто кому-то могу не нравиться, это нормально. Просто не нравлюсь и все, фактом своего существования, манерой своей речи, как я выгляжу, что я делаю. Вот не нравлюсь. Блокируйся, что делаешь просто. Нет, конечно нет. Ну зачем? Это часть публичной профессии. Странно идти в публичную профессию в желании получить публичное признание и потом по ходу начинать кого-то блокировать, потому что ты получил не совсем то признание, которое ты планировал. А кто сказал, что будет признание только любовь? Ненависть это тоже, кстати, признание. И очень серьезное, между прочим. Один шаг говорят. От любви до ненависти. Тина, а есть такая информация, что у вас есть планы по производству фильмов и сериалов. Правда ли это? Да, про порно поговорим. Говорим про порно. Если да, то какие сериалы? Мы с моим партнером Давидом Качаровым в год чемпионата мира по футболу сняли сериал «Большая игра» и как-то начали сотрудничать, взаимодействовать. И у нас появился ряд проектов. В том числе и проект порно. Мы планируем, скажем так, больше двух проектов. Теперь будет целый ряд проектов, которые частично, наверное, мы представим в декабре. Ближе к концу года. Это сериалы, да. Это сериалы и художественные фильмы. То есть полные метры. Это что-то там просто со Стасом Михайловым? Ты понимаешь, в чем дело? Нет, эта история переделалась. Там просто объяснено. Когда люди говорят, я планирую снимать сериалы и метры. Надо понимать, о чем идет речь. То есть у нас 12 проектов находятся в разработке. Что это значит? Сейчас пишутся сценарии сезонов. После того, как сценарии сезонов будут написаны, там есть разный статус. Есть статус, когда ты уже просто понимаешь, что команда, с которой ты это делаешь, включая режиссера, включая оператора, все состоялось, кастинг идеальный, и уже мы сразу переходим в съемки сезона. А есть, когда, собственно говоря, вначале лучше снять пилот, даже если сезон написан, посмотреть, как это выглядит, если, ну, непривычный режиссер или он впервые пробует себя в таком амплуа. Может быть, он до этого снимал не комедии, там, допустим, а, не знаю, сериалы про любовь, поэтому надо посмотреть, как у него получится. Тогда снимается пилот, и, собственно говоря, принимается решение, надо ли с этой командой продолжать этот проект снимать. По-разному бывает, но так вот, если отвечать цифрам, то 12 проектов в запуске. Чьи деньги? Кто вкладывает? Не могу открыть эту информацию пока, потому что мы в декабре... Не личные деньги. Нет, это здесь не личные деньги, здесь большое сотрудничество с большой компанией. Вспомнил про Юрия Дудя, который бывший сотрудник, насколько я понимаю, или соратник, как точнее. Товарищ, друг, я бы сказала, поклонник, не будем уже стесняться этого эпидента. Я знаю, что в жанре интервью он нравится, а вот как документалист... Ты знаешь, я посмотрела, например, ту же Колыму, мне очень понравилось. И надо понимать, это как раз проблема очень многих мэтров в нашей профессии, в той же кинопрофессии, в той же сериальной индустрии, что растет принципиально другое поколение, которое язык воспринимает по-другому. Это просто надо понять. Мы привыкли к языку полному метафору, потому что мы вышли из Советского Союза, где в этих метафорах были зашифрованы все смыслы. А сегодня нет нужды шифровать смыслы в метафоры. Сегодня все гораздо проще и быстрее. И язык Дудя, он прост и быстр. И в очень понятных, простых, не вызывающих умственных напряжений словах он объясняет базовые вещи. И да, надо понять и принять, что, возможно, очень многие подростки вообще, например, о той же Колыме узнали от Юрия Дудя. Ты знаешь, у меня нет такого, что если человек перестал работать со мной или если я не являюсь музой Юрия Дудя, значит, все, что выходит из-под пера Юрия Дудя, не может быть по определению успешным. Юра сам успешный человек в интернете, и он доказал всем, что самостоятельность, помноженная на трудолюбие, может принести вне любой конъюнктуры успех. Несмотря на то, что он не пользуется патчами, тем не менее он стал успешным. Я бы где бы не выступала, ты знаешь, мне всегда говорят, ну вот Юрий Дудя уже вас ждет на интервью. Я говорю, если он все интервью будет в патчах, то это, в принципе… Мы, кстати, готовы быть в патчах, я хотя бы узнаю, что это такое. Это мужские, на. Да. Это женские. Во-первых, это единственный в мире хендмейт патч. Что это значит? Что вообще процесс производства патчей давно-давно автоматизирован. Поэтому никто не делает, не производит патчи при помощи ручного труда. У нас стоит конус, у конуса сидит рабочий, он нажимает на педальку, из конуса начинает выходить такой пищевой гидрогель. То есть мои патчи можно есть. Их можно есть, да? Да. Вот так вот берем, подцепили рукой, нанесли. Вот так. Видите, совсем не сложно. Как? Это приятно, кстати. До Нового года не снимать? В принципе, нет. И вот гиалуроновой кислотой, вот так вот тоже можно, если вы будете не в гриме, конечно, мы сейчас это все делаем в гриме. Такое немножко странно, потому что ты такой мощный бренд, собственно, с чего мы начали сговорить, Тина Канделаки. Ты там руководишь большим бизнесом, ты снимаешь кино. И вдруг еще и косметика. Причем, я насколько понимаю, это сейчас дело твоей жизни. То есть это немножко напоминает такой вот анекдот про Одессита, которому предложили быть царем. Он спросил, а можно я еще буду немножко шить? Нет такого ощущения? Ты знаешь, нет, потому что, смотри, у меня косметический бизнес, я имею в виду клиника, 10 лет. Даже, может, чуть больше. Нет, 10 лет минимум. Так. И у себя в салоне, а для женщины, которая так много работает, так часто бывает загримирована, ведет публичный образ жизни, ты понимаешь, косметолог – это один из самых близких друзей. И так как я имела собственную клинику и много денег инвестировала в разные новинки, я, в принципе, в этой истории давно. И в какой-то момент, да, мне пришла идея попробовать сделать что-то свое. Я всегда, Женя, вот я сейчас приду домой, и у меня полчаса на себя, на вот этот ритуал красоты. Я этой темой в любом случае вынуждена заниматься, потому что, первое, я женщина, я хочу хорошо выглядеть и сохранить как можно дольше свою внешность. Когда вдруг это получилось, Женя, я же тоже не ребенок, правильно? Для меня ребенок все равно. Да, но я поговорила с аналитиками, я посмотрела, что происходит в мире. И, ну, вот мы с тобой тоже за эфиром разговаривали. Вот семья Кардашьян, все обсуждают смешно, весело, пухленькие, хорошенькие, веселые, шоу у них веселое. Кала Косметикс они продали за 600 миллионов долларов, 51%. При этом она осталась председателем, если не ошибаюсь, Совета директоров, и 49% у нее. Ну что, я понял, какую планку Кандылаки обозначила. Ты уже не ставишь потом в бизнесе планку, как вот, например, хочу 600 миллионов долларов. Понятно, что в выручке каждый год ты бюджетируешься, и говоришь, хочу, вот у меня была выручка 10 миллионов, а потом мы достаточно быстро за три года пришли к выручке 150 миллионов. Не называй, пожалуйста, этих цифр. Те и так завидуют. Я могу пожелать только хороших комментов, вот этих твоих миллионов. И, кстати... Да, что? То есть ты хочешь сказать, что лучшее, что ты, собственно говоря, мне сказал, стремиться не к деньгам или деньгам, а стремиться просто к тому, чтобы твои фантазии, которые в тебе до сих пор присутствуют, я, кстати, всем нам желаю, по-прежнему реализовывались. Потому что раз ты говоришь о том, что я все еще ребенок для тебя, дети — это те, кто фантазирует, и фантазируют самым смелым образом. Вот давайте друг другу пожелаем фантазировать самым смелым образом в любом возрасте и не переставить верить в то, что эти фантазии в один день могут реализоваться. Сейчас мы за реализацию фантазии все выпьем зеленого чая. Спасибо тебе за это. Спасибо. Пойдемте. Спасибо вам огромное. Спасибо.